Я хочу немножко покомментировать некоторые места писаний в туре, в пяти книжи, для того, чтобы, когда вы будете их читать, чтобы у вас была хоть какая-то вещь, на что полагать ситуацию. Сейчас я... Я уже говорил вам про 20 главу исхода, 18 стих, про то, что там являлись эти языки. Я повторялся сегодня, повторяюсь еще раз. 24 глава. Да, мы исходим. 24 глава. И сказал, и Моисею сказал он, Господь, зайди, Господь, ты, Аарона, Давы, Абиут, 70 старейшин, и поклонись издали, Моисей один пусть приблизится, они пусть стоят издалека и так далее. И 7 стих говорит, и взял книгу Завета, и прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Смотрите, помните, я вам начинал с логики еврейской и греческой. Сделаем и будем послушны, говорит народ. Сделаем и потом будем послушны. На самом деле здесь логически не очень понятно. Как я могу делать, не поняв. Народ же как бы признает. Мы не все в Божьих требованиях понимаем. Но будем стараться их исполнить. А потом просветлеет, просветлеет. Возьмем и поймем. И будем послушны. Не получится, тоже нормально. По крайней мере, исполним. То есть, эта же самая мысль проявляется очень четко в Новом Завете, когда Ешуа говорит, «Если вы любите меня, то слова, которые я вам говорю, делайте и совершайте». Еще одно место. Сейчас давайте мы перейдем в книгу чисел. Я не касаюсь буквально каждого места в Сефер Шемот, в книге Шемот, Исход. Проскакиваю и хочу просто комментировать какие-то сложные места, чтобы потом было полегче. 19 глава. Новый Завет, послание к евреям говорит, «Ибо все, что было в законе, свидетельствовало о Машехе, о Ешуа». Кто согласен с этим выражением? Есть такое выражение «жертвы» в Таре. Вот хотел бы спросить у вас, каким образом жертвы, о которых говорится в Пятикнижии, указывают на Ешуа? Какие-то мысли есть в зале? Кровь. Окей, ну кровь дальше что? Жертва, жертва Ешуа и жертвы Тары. Каким образом они взаимосвязаны? В чем видна связь? Без крови нет очищения, прообраз. На самом деле, если пытаться понять жертвы, на самом деле, то есть они кроме слова «жертва», никоим образом Ешуа, ну как бы сложновато связаться. То есть, кроме одной. Согласен, согласен, но опять-таки словом «жертва». Там был баран, там был это, каким? Смотрите, я хочу подчеркнуть вопрос, который поднимается в девятнадцатой главе. Числа. «И сказал Господь, Моше говоря, объяви всем обществу Израиль, скажи, святы будьте, как я свят». Это мы читаем и в Турии, и в Новом Завете. «Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте сего». «Когда будете приносить мирную жертву...» Стоп, я спутался. «Я хочу найти место про рыжевую телицу». «Ну вот, первый стих, девятнадцатый...» «Секундочку». «Да, вот, девятнадцатый, первый, там вы же активицы без пороков». «Не вижу». «Девятнадцатая, второй стих». «Вот устав закона, который заповел Господь». «Скажите нам, Израиль». «Ой, я прошу прощения, я в Левите». «Ага». «Как?» «Да, надо кофе пить по вечерам». «И сказал Господь, Моше и Арону, говоря, вот устав закона, который заповел Господь». «Все правильно, скажите нам, пусть приведут рыжую телицу без порока». Кто из вас читал эту историю? Хотя бы так, бегло. Очень советую ее потом еще раз прочитать. Поясню, почему. На самом деле, из всех жертв, вот буквально только рыжая телица, напоминает жертву Машеха. Все остальные, они только, вот как брат сказал правильное слово, прообразы. Что такое прообразы? Ну, жертва и вот жертва. То были жертвы для того, чтобы что-то совершить в той системе, а эта жертва для того, чтобы совершить в этой системе. Но рыжая телица, это очень интересный материал. Вы знаете, про рыжую телицу говорят иррациональная жертва. Можете записать у себя, потому что, может быть, спрошу этот вопрос на месте. Иррациональная жертва. Что такое иррациональная жертва? Жертва, которая приносится немножко странным образом. Сейчас давайте вспомним, как приносились другие жертвы. Без того, чтобы входить там в какие-то детали. Первое. Их совершал обычно священник. Правильно? Священник. Второе. Где они приносились? На жертвеннике. На жертвеннике или точнее, на самом правильном месте, которое укажет Господь. Про это даже написано. И на том месте, которое укажет Господь, там приносите мне жертву. То есть, это было или скиния собрание, пустыня или храм. Правильно? Третье. Что жертва делала с человеком? Освящала его. То есть, это было самое высокое священодействие. Помните, в Йом-Кипур, когда первосвященник входил в святое святых, все с трепетом ожидали, примет ли Бог его жертву, и он выходил оттуда живой. Все говорили, вау! Ешь! Асину. То есть, он свят, значит, на нас переходит святость. То есть, жертва освящает того, кто ее приносит. Итак, приносит ее священник, заколает ее в храме, и она освящает всякого. Это вот стандарт для любой жертвы. Почитайте, во всей теории вы увидите вот это вот. Но про рыжую телицу говорится совершенно иные вещи. Про рыжую телицу говорится так. И пусть возьмет Элизар священник, окей, давайте прочитаем все это. 19 глава, числа, вот устав. Скажите нам, Израиль, прусть приведут рыжую телицу без ярма и порока. Я кое-кде проскакиваю. И отдайте ее Элизару священнику. И выведет ее вон из стана и заколит ее при нем. То есть, смотрите, сам священник не закалывает. Закалывают другие люди, но в его присутствии. То есть, здесь уже все по-другому. И выведет ее вон из стана. Где здесь закалывается жертва обычная? В скине или в храме или в стане. Здесь вне стана. Дальше. И сожгут телицу и все такое. И вымоет священник одежды свои. И потом в этот стан и нечист будет священник до вечера. Здесь он, наоборот, освящается. А здесь он нечист. И те, кто производит эту жертву, тоже нечисты. Но на кого пепел рыжей телицы сыпят, тот становится чистым. Странная штука. Но если только на момент подумайте о Ешуа. Его закалают в глазах священников, но не священники. Для распятия его выводят вне стана. То есть иррационально же точно срабатывает. И те, кто его участвуют в заклании, на них запечатывается пророчество. Кроме его на нас и на наших детях. А те, кто пользуются этим, освящаются. Смотрите, как рыжая телица точно пропечатывается в явлении Ешуа. И как оно исполняется, просто в деталях. Что значит, коробки его на нас и на наших детях? Окей, я в данном случае использовал это место, чтобы как священник заколол. То есть он участвовал в этом процессе и он стал нечистым. Так, так, группа людей остались нечистыми. На самом деле хороший вопрос. Вы знаете, под этим вопросом возникало много антисемитизма. Типа, вот эти слова запеленали весь народ и из-за этого все эти преследования. Во-первых, чушь. В распятии Христа, если мы почитаем, даже исследователей ортодоксально-иудейских, они говорят, там полностью было нарушено справедливое ведение синедрионского расследования. Они приступили все, что могли приступить, настолько они неправильно вели себя. То есть все детали судейства. И когда он был распят, то в этом распятии вина падает вот на эту кучку людей. Сколько их там принимало в распятии? 20, 30, 40 человек, мы не знаем. И комбины, комбинаторов с римской стороны, которые тоже пошли на это распятие, чтобы удовлетворить интересы этой вот кучки махинаторов, первосвященников, и Ирода, и Пилата. Вот там все это было политически оформленным трюком. Вы знаете, даже Талмуд рассказывает, что вот как раз в этом периоде времени, когда происходил суд над Машиахом, первосвященников меняли как перчатки. Каждый год был новый. То один, то второй, то потом они обменивались назад, то Анания, то Каяха и так несколько раз, как в некоторых странах правители. То есть обмениваются несколько раз. И там было таких, ой, Риммин сказал, снять этого, давайте другого поставим. Эти люди судили Ишуа. И когда кровь на нас и на наших детях, на них и на их детях, если они так этого хотят. Хотя Тора говорит, есть некоторые вещи, которые невозможно накликать на себя. Написано, что и не будет того, говорит Господь. Отцы ели кислый виноград, а у детей оскомено. Не будет того. То есть люди могут много чего сказать. Я вам приведу место из Писания, чтобы показать, что не всегда, как кто-то большой хочет чего-то, оно будет. Я забыл его имя. У него немножко выкручено имя. Помните ситуацию? Когда один из старей израильских, перед тем, как выйти на сражение, сказал, если я, когда я побежу и вернусь, кто меня первым встретит, я его принесу в жертву. Как его зовут? Кто вспомнит? Я Фед. Нет. И Фай? И Фай. Может быть, может быть, И Фай. И Фай, да. И помните, и вернулся он, и не собака выскочила ему навстречу, а его дочка. То есть Писания говорят очень конкретно, но люди не досекают некоторых нюансов. Кем был И Фай? Он был лидер того времени, но ему до лидерства, скажем, как у Давида, или как у Саула, было очень далеко. То есть он был такой маленький царек. Саул когда-то захотел убить Иоаннафана, когда тот мед отведал. Помните? Что народ сказал? Не будет на этого царь. Ты можешь хотеть сколько хочешь. Мы говорим нет. И Фай даже не мог сравниться авторитетом с Саулом. И вот он говорит, я принесу в жертву. Кого? Баран не мог выскочить навстречу. Барана не так. Собака могла. Но мог ли И Фай принести в жертву собаку? Почему? Конечно, нечистая. То есть бла-бла языком. А что, человека он мог принести в жертву? Конечно, нет. Кто он такой, чтобы навлечь? Ладно, он сделал маленькую победу над врагом. Так что он через жертвоприношение человека навлек бы намного большие проблемы на народ. Еврейский Медраж рассказывает, оплакала девство свое. Имеется в виду, поняла, что все как бы... Ну, то есть, помните, я высказывал, как Иаков говорит, нищий как мертвый. То есть, не замужняя, как умершая. И она стала Назирой. Назир, это как монашка. Есть такое втолкование на эту тему. Я лично склоняюсь к такому втолкованию. Ты не можешь все разруливать так, как ты хочешь. И там же и они говорят, кровь его на нас и на наших детях. Ладно. Ты хочешь навлечь проклятие на себя? Можешь. Может быть, на своего сына. Может быть, на сына своего сына. Но при чем тут дядя Авраам или тетя Хая, которые в соседе живут? Кто ты такой, чтобы на них распространять свои какие-то гнусные дела? А в причем же есть незаслужное проклятие заходить. Естественно. Естественно. Мы читаем даже про сынов Корея, Короха. Что когда отцы их сделали восстание против Господа, сыновья потом покаялись. Мало того, что они покаялись. Их псалмы записаны в Писании. Что это такое? Это говорится, что Бог очень справедлив. И то, что пытаются навести на еврейский народ, как кровь его на нас и на наших детях, это чистая ерунда. А еще больше ерунда. Знаете, я неоднократно говорил, потому что я встречал такие заявления, типа говорящие. Вот. Вы, виновный народ, используя ту же кличку, почему я вчера комментировал слово Израиль, это Сар-Эль, Божий князь, а не богоборец. Вы народ богоборца, вы Бога распяли. Я такие высказывания слышал здесь и там. И знаете, я часто отвечаю примерно так. Во-первых, если и распяли, то своего, не вашего, это в первую очередь. А если бы своего мы не распили, то где бы вы были сейчас? Но все равно это с натяжкой, такое утверждение можно сказать. Потому что его распили, по чисто, вот если исследовать этот момент, по чисто политическому заговору. Потому что одна группа начинала усиленно терять свои позиции. Откуда бы мы это знаем? Рассказать вам эту историю? Это не часть темы, но я расскажу, потому что она важна. Стерем это, сотрем то, что есть на доске. Я немножко перескакиваю, материалы не хотел, даже не планировал говорить, но расскажу. Использую для того, чтобы доказывать то, о чем я говорю, священное писание. И несколько текстов, которые несложно проверить. В Иерусалиме первого века было до 120 тысяч человек. Это максимум. Это огромное количество для города тех времен, когда не было нормальной сантехники, канализации и всего. То есть это были максимальные цифры. На основании деяний апостолов, сейчас я не могу вспомнить, с какой главы, но Павел возвращается из миссионерского путешествия. И помните, его заводят в храм, то ли 7, то ли 14, или 21 глава. Его заводят в храм и говорят, смотри, сколько тысяч уверовавших иудеев. И они ревнители закона. Кто помнит это место? Какое место это писание? Деяние. Хотите найдем? Давайте найдем, потому что вдруг кто-то нас будет смотреть по телевизору и... Какая? Здесь в середине, чем в конце. Да, 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 да. Это 21 глава. 21 Деяние. Я сказал это место, но не был уверен. Они же, выслушав, прославили Бога, то есть когда Павел рассказал, что через него случилось, и сказали, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Так вот, на греческом языке там есть слово, которое на русский переведено как тысячи. На греческом там написано мириадос. Мириадос с греческого языка это десятки тысяч. Сколько десятков начинают от десятки тысяч? С двадцати. Десяток. Десятки тысяч. То есть, минимум, двадцать тысяч иудеев, ревнителей закона, которые стали последователями Иешуа Мессии. Был такой христианский историк Евсевий Памфил. Он пишет, что в Иерусалиме первого века жило сорок тысяч у верующих мессианских евреев. То есть, от двадцати до сорока. То есть, пускай где-то посередине мы согласимся. Иосиф Флавий, слышали такое имя? Советую пролистать, по крайней мере, такие книги иудейская война или тамидейские древности. Иосиф Флавий. Он пишет, что в Иерусалиме первого века было до пяти тысяч фарисеев. Кого было больше? Мессианских. Не миссионеров. Мессианских. Миссионеров-то вообще не было. Все миссионеры уехали проповедовать в Грецию. И сто двадцати тысяч от тридцати до сорока процентов населения были мещихим. и сколько процентов пять тысяч от 120? Ну, сколько? Ну, если десять процентов, это двенадцать тысяч, пять процентов, где-то четыре с половиной процента, это были фарисеи. Круто? Это статистика. Я вам из Писания привел какие-то цифры. Из вещей, которые доступны всем, это было в Иерусалиме, который от начала Господу противился. А что было здесь в Галилее? Здесь целыми деревнями люди не то, что значит каялись, не было такого понятия каялись, то есть он шел от Бога, а потом обернулся. Они были все иудеи, более-менее они все были в теме, как говорят сегодня. То есть они понимали закон, принимали жертвы, ну да, где-то свалился, где-то поднялся. Когда Ешуа пришел, они поняли, он мой искупитель, он моя жертва, через него я прихожу к Господу. И это были целыми деревнями. Как можно в таком случае сказать такую фразу, что вот Бога борцы, Бога противники, но здесь можно увидеть одну интересную штуку. Сильнейшая конкуренция. Она 4,5% нужно их отодвинуть, прорваться. Они смогли это сделать, но не в это время. Знаете, когда они смогли это сделать? Во времена бар Кохбы. Слышали такое имя? Во времена... Я рассказываю историю, я знаю ее немного. Кто-то из вас, копните интернет, про это очень много написано, но это очень интересная история. Во времена бар Кохбы. Израильтяне бар Кохба. Настоящее имя бар Косиба или сын лжи, но потом ему раби Акива, который, кстати, был по национальности не еврей, он празелит, обращенный, и, как я уже сказал, часто такой стал более еврейский, чем еврейский. Раби Акива провозглашает бар Косибу бар Кохба. Что такое Кохав? Звезда. Сын звезды равно Машия. А ситуация была такой, бар Косиба, несмотря на то, что он был человек жестокий и нехороший, как говорят еврейские свидетельства, он был хорошим полководцем, и он организовал классное сопротивление Риму, и побеждали Рим успешно, и мессианские евреи были большой частью армии бар Кохбы. На каком-то этапе раб Акива провозглашает его Машиехом, и в этот момент мессианские от него отказываются, говорят, у нас есть Машиех, нам не нужен второй. И начинается массовая резня, это была чисто политическая штука, чтобы используя ситуацию, раздавить мессианское движение, которое просто захватывало весь народ. Это был первый век, это был 125 год нашей эры, 130 год нашей эры. Так, слушайте, историки сегодняшние говорят, что результатом вот этой национальной трагедии стало такое рассеяние, которое было намного жестче, чем то, что случилось в 70-м году, когда был разрушен храм. Когда разрушили храм, изгнали евреев из Иерусалима, во всем остальной части Израиля они остались. После вот этого товарища и после этой политической штуки мессианский иудаизм как таковой практически исчез, их просто перебили, а евреев всех из территории Израиля попросту изгнали. Это история. Вот когда начинается настоящее рассеяние. Ладно, давайте немножко передателем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!